Сейчас мы перейдем к самым важным для вас вопросам о том, как оценивается выполнение отдельных заданий и экзаменационной работы в целом. Ответы на задание части 1 автоматически обрабатываются после сканирования ваших бланков ответов номер 1. Ответы к заданиям части 2 проверяются экспертной комиссией, в состав которой входят методисты, опытные учителя, преподаватели вузов. Верное выполнение каждого задания базового уровня в части 1 работы оценивается одним баллом. Задание считается выполненным верно, если в бланке ответов либо указана согласно условие одна цифра, соответствующая номеру правильных ответов, либо указаны три цифры, соответствующие номерам правильных ответов, либо указано число с заданной степенью точности. За выполнение задания ставится 0 баллов, если указан номер неправильного ответа при требовании только одного правильного. Указан номер одного, двух или трех неправильных при требовании двух или трех правильных. Указаны номера двух или более ответов, среди которых может быть и правильные. Указано число без учета заданной степени точности. И, наконец, последний ответ в бланке отсутствует. Верное выполнение каждого из заданий повышенного уровня сложности в части 1 оценивается двумя баллами. Ставится один балл, если в ответе допущена одна ошибка. Ставится ноль баллов, если в ответе допущена более одной ошибки или ответ в бланке отсутствует. Задание части 2 с развернутым ответом предусматривает проверку от трех до пяти элементов ответа. Наличие каждого элемента ответа оценивается одним баллом. Поэтому максимальная оценка верно выполненного задания составляет от трех до пяти баллов в зависимости от степени сложности задания. Задание с порядком номером 36 оценивается в 3 балла, задание 37 в 4 балла, 38 в 5 баллов, 39 в 4 балла и последнее задание 40 в 4 балла. Проверка задания части 2 осуществляется на основе сравнения ответа выпускника с поэлементным анализом приведенного образца ответа. Задания с развернутым ответом могут быть выполнены выпускниками различными способами, поэтому приведенные в инструкции, это для экспертов, указания по оцениванию ответов следует использовать применительно к варианту ответа экзаменуемого. Это относится прежде всего к способам решения расчетных задач. За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно максимально получить 64 первичных балла. Что можно взять на единый государственный экзамен по химии? Только непрограммируемый калькулятор. Остальные материалы будут в вашем распоряжении, в вашем пакете с вариантом экзаменационной работы. Рекомендуют взять на экзамен черную гелевую ручку и взять с собой уверенность, что вы ее выполните работу и что вы достаточно успешно готовились к экзамену и достаточно объективно оценили свои возможности еще до того, как вы пришли в экзаменационное помещение. Успехов вам! Надеемся, что вы справитесь с нашей работой.